Летом пыль, зимой слякоть. А в сезон дождей люди буквально утопают в грязи. В таком плачевном состоянии находится улочка Берута в районе Чапаевка. Три года назад местным жителям дали надежду. Здесь положат новый асфальт. Приезжали, замеряли и даже составили смету. Правда, на этом все так и остановилось. Здесь живут участники фронта, участники ВОВ, инвалиды, все дети, мы с детьми на колясках. Все это в холодное время, здесь бардак, здесь грязь. Невозможно, все уже улицы заасфальтировали, мы до сих пор стоим, ждем. Лужа стоит посредине, вообще невозможно пройти. Мы каждый день здесь ходим, в этой грязи купаемся. Когда начинает дождь, все льется в дома. Все улицы уже готовы, только мы ждем всю свою. В итоге, после долгих ожиданий и постоянных обещаний, жители решили действовать самостоятельно. Сходили в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, разговаривали с представителями ЖКХ, далее с заместителем Акимогорода. Сметы уже составили, денег не выделили. Теперь, как уверят жители, нет ни денег, ни сметы. Потому что они же вот это уже готовили улицу. А он сейчас просто сказал, говорит, мы вам можем засыпать ваши лужи. А положите асфальт на лужу, потому что у нас, говорит, нет средств. А ваши средства, говорит, ушли на другую улицу. По ошибке. А кто ошибку исправлять будет? Вообще, нам три года назад уже улицу утрамбовали. Уже приготовили. Мы думали, что сейчас закинуто. И все, на этом закончилось. А потом-то уже трубы тянули, опять газ, вода. И все, опять подняли это. Заново. А он сказал, говорит, мы не обещали вам, когда вот три года. Кто, говорит, проезжал? Кто вам делал? Однако в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент информацию о том, что данные средства по ошибке ушли на ремонт другой улицы, опровергли. По словам руководителя ведомства, такой ситуации просто не может быть. Значит, у них на этот год не заложено. Ага. Просто им в Акимате сказали, что их асфальт перепутали и на другую улицу поставили. Нет, нет. Кто сказал? Они сказали, что разговаривали с зам Акима города. Не может быть, что перепутали. Потому что у меня стоят сессии, выделяя деньги адресно. Ага. Улица Иванова, я все в доме поставил Иванову. Если я не поставлю, завтра прокуратура меня не такая. Не только она, кажется, походи. Правда, как говорится, у всех своя. Надежда у местных жителей еще есть, хоть угасающая. А вот доверие чиновникам уже явно не то. Почему, когда баллотируют за депутаты, мы все улицы идем и в дождь, и с детьми. А когда именно касается помощи нам, то нам отказывают. Кто прав, кто виноват, время расставит все на свои места. А жителям этой тихой улочки остается только сидеть и ждать, как говорится, у моря погоды. А точнее, когда им наконец-то положат обещанный асфальт.